Огромное количество не только крещённых, но людей, называющих себя искренне верующими, пьют запоями, даже священников. Любая болезнь несёт в себе некие социальные преимущества. У нас, видно, в клинике люди к нам ложатся, и дальше мы им должны. Ну там, не знаю, нормально кормить, содержать в чистоте, водить на экскурсии, и Бог знает, что ещё. Почему? Потому что больные люди, тем более это относится, скажем, к семье. Пьёт, принимает наркотики, человек молодой, ему крайне выгодно. Мы все отцы, матери, да, соответственно, когда маме говорят, у вас ребёночек болен, у неё какая первая реакция? Лечить. Ну, точно такая же, как в больнице, да. Завернуть во что-нибудь тёпленькое, дать сосочку. Вот эту естественную реакцию у нас, между прочим, сейчас называют высоко научным словом созависимость. Хотя вся суть созависимости именно в этом. Потому что реальные родные и близкие, не знаю, неважно, какие это родные и близкие, дети, родители, дяди, тёти, коллеги по работе, они просто не понимают, чем больной алкоголизмом или наркоманией отличается от всех остальных больных. Ну, говорят больной, значит, надо ухаживать, защищать. И человек к этому привыкает. Не обязательно, между прочим, больной алкоголизмом или наркоманией. К этому привыкают больные так называемые шизофрении, которых тоже очень мало. В психологии это называется, господа, паразитарной позицией личности. Когда я прихожу в себя, и я трезвый, мне чудеса ждать вообще неоткуда. Когда я это понимаю, то я их начинаю ждать от жены и матери. А когда жены и матери прекращаются, поскольку все насмертные, а если тщательно доводить человека, то он долго не проживет, то тогда от больницы, от государства, я больной, лечите меня. Каким образом это обычно лечится? В общем, самым простым. Где-то раз, по крайней мере, в несколько месяцев какая-нибудь очередная дутая фирма объявляет о создании универсального лекарства от пьянства. Куча родственников бежит покупать это лекарство, больные люди. Это лекарство, между прочим, некоторое время работает. Причем, чем дороже оно стоит, тем эффективнее работает. Брат при одном условии. Если платить будет сам человек, а не мама, папа или жена. Поскольку если мама, папа или жена, то это привычная фигня. Их деньги в расчет наш брат не принимает. Что такое кодирование? Я имею в виду кодирование подоживанка, а не то, что сейчас все гораздо называть кодированием. Но это попытка создать другую веру. Давайте, ребята, вы теперь не будете верить в алкоголь, а будете верить в чудотворца по фамилии Добженко. Я очень люблю рассказывать эту историю, чтобы вы поняли связь алкоголизма с религиозной верой. В середине 80-х образовались сразу два чудотворца. Фамилия одного была Добженко, а другого Столбун. Столбун, насколько я знаю, в постели жив. Очень интересно все выглядело, потому что суть кодирования, она выглядела так. Добженко получил в Феодосии сталинский санаторий. Все себе представляют, что это такое. Творец. Особенно по тем временам. Люди должны были две недели не пить. Приезжали туда, собирались в большом душном зале, голодное. Доктор опаздывал. Все волновались, ожидание нарастало. Создавалась некоторая психотерапевтическая ситуация. Потом на сцене появлялся сам Добженко. Это такой был красивый мужчина с античным профилем, большим животом. Он простирал руку над толпой и говорил, я вас спасу. Вы павшие люди, но сейчас, сегодня произойдет чудо, и я вас спасу. Дальше он брал в руки ампулу хлорэтила. Это знаете, что такое детская заморозка? Вот, которую нас в детстве обезболивали. Заводил за некую занавеску по одному, и там брызгал этим хлорэтилом в рот. Вызывал шок. Что это такое? Ну, конечно, это момент создания веры в некоего спасителя, который очень зависит от антуража, который окружал человека. Самое интересное в другом. В то же время, в те же годы, возникло другой центр, вот центр Столбуна, который находился в Питере тогда. Столбун, кстати говоря, даже в отличие от Добженко, он даже медицинского образования не имел, не имеет, наверное, так и остался недоучившимся педагогом. Но главное, он понял, только там, где у Довженко дворец, у Столбуна был сарай. А весь заблеванный, грязь. Люди также две недели должны были не пить. И также голодали, и также доктор опаздывал, ждали они. Тут врывался доктор, выскакивал на перекошенную такую сцену, тоже грязно все, обшарпанные потолки. И кричал, вы говно! Вы сволочи, подонки! Я вас сейчас унижу! Я вас опущу! Я даже не буду передавать, что там звучало в подробности. Сам доктор был худенький, черненький и как бы противненький такой, в грязном халате. Теперь вам вопрос. Дальше он по одному заводил за занавесочку. Ну, я утирую немножко, конечно. По одному, но заводил за занавесочку. И как вы думаете, куда он заливал тот же самый хлорэтил? Возникли они, совершенно не сговариваясь друг с другом. Понятно, о чем я говорю. Один симулировал Господа Бога, Спасителя, другой Дьявола. Или сверху вызывать чудо, или снизу. Это было настолько изумительно и настолько карикатурно, что я на это все смотрел, просто рот открыл, честно говоря. Определенная склонность к мазохизму оказалась очень у многих. И поэтому, так как в этом, кроме мазохизма еще, симулировался момент такого раскаяния, момент покаяния, когда идут сплошные обвинения и унижения. На эту иглу тоже подсело довольно много народу. Ее, правда, очень быстро запретили тогда, в отличие от Довженко. А, в общем, несколько очень известных поэтов и писателей там оказалось. Конечно, я их не стану называть, но вот для некоторых из них до сих пор имя Столбуна, это святое имя. Я сейчас о симуляции чуда. Да, вот нет другого способа лечения. А второй способ, противоположный этой симуляции. Да, человек, напиваясь, верит в чудо. Значит, надо продать как можно дороже ему другое чудо, чтобы он поверил в него. Вот механизм предельно простой работы, если хотите, наркологии. Потому что все остальное, это продаваемое чудо, оно же продаваемый страх. Ну, я не буду там особо пускаться в этот механизм, да, привитый советской властью. Ну, что нужно человеку, чтобы вылечить его от дурной привычки? Ну, его надо напугать. В этом, опять же, будет участвовать вера в чудо. Это имеет прямое отношение непосредственно к религии, но не имеет никакого отношения к лечению. Ну, потому что вообще по-человечески процессом лечения должно называться возвращение человека в общество. И даже больше того, могу сказать, если это общество пьет, то это возвращение в конечном итоге должно, на мой взгляд, сводиться к тому, что человек может чуть-чуть выпить и не боится алкоголя, как какого-то этого дикого пугала, существующего вокруг. Вот тогда можно сказать, что человек здоров. Есть второй вариант. Можно объявить это хронической психической болезнью. Более того, те, кто этого хочет, я могу говорить сколько угодно убедительно. Я могу это все, я говорил то, что я сейчас вам рассказываю, я могу говорить это по телевизору. Человек, верующий в кодирование, мне не поверит. Все равно не поверит. Это бесполезно. Человек, верующий в то, что его можно остановить, только напугав, мне все равно не поверит. Потому что на свете бывают, в общем, не два типа болезней, а два типа людей. Можно, сразу отвечу на вопрос, можно ли перейти из одного типа в другой? Можно. Одной категории из людей, одной категории человеческой, большинство, это люди, которые убеждены, что жизнь никаким образом от них не зависит. Наоборот, они зависят от жизни. Это люди, которые считают, что они сами никаким образом за свои, например, непонятности, болезни не отвечают. Люди, грубо говоря, которые убеждены в том, что спастись, скажем, от рака, меня может спасти только доктор. Хирургическая операция. А я сам в этом никакого участия принимать не могу. Не то, что не хочу, не могу. Эти люди убеждены, что вообще во всем виноваты факторы внешней среды. Ну, в первую очередь государство. Во всем, включая пьянство, виноваты государства. Хотя понятно, что государство в целом институт юридический, правда? Как бы искусственный, принципиальный. И пьет не оно, а каждый человек идет и пьет своими собственными руками. И в конечном итоге от этого начинает зависеть его судьба. Можно сколько угодно в этом обвинять государство. Но получается, что я обвиняю государство в том, что я дурак. Да, ну, возможно, в этом виноваты. Но только отчасти. Там, государственной экономики, допустим, я в этом не очень разбираюсь. Выгодно, чтобы мы пили. Но пьем-то все равно мы. Есть категория людей, которые всегда считают себя золотым. А виноватым все, что происходит вокруг. От, скажем, мамы, которая не так воспитывала, и до гадалки, которая раз предсказала, что вот так будет, значит так тому и будет. Или от астрологии, да, как бы. Ну, почему я пью, например? Или почему я такой тяжело больной? Совершенно не обязательно нашими болезнями. Ну, потому что так звезды расположились. Или вот еще есть такое замечательное слово генетика. От чего все это зависит? От генетики. Правда, никто не знает, что такое генетика. Их законы Менделе, и школы никто не помнит. Однако, когда ты болеешь, или когда у тебя возникают какие-то проблемы, или когда ты совершаешь неправильный поступок, то люди говорят, генетика виновата. Это не я. Это моя наследственность дурная. Это не я, это моя мама. Так она меня воспитывала, гадина такая. Есть вторая категория людей, которой всегда, по подсчетам специалистов, будет 5-7%. Это люди, которые уверены в том, что в основном, опять же, в их жизни виноваты они сами. И они своей жизнью управляют. Если хотите, это относится к самым таким глубоким человеческим феноменам. Феноменам внутренней веры. Я или верю в себя, или я верю в некие инфернальные силы, которые мной управляют. На самом деле, с моей точки зрения, только те люди, которые верят в себя, могут называть себя христианами. Как это ни удивить. Все остальное как раз и относится к области вероязыческой. Почему? Потому что по-другому люди думали тогда. Тогда мышление было гораздо более хруповым, чем мы можем себе это представить. Человек не чувствовал себя отдельным человеком. Отдельным человеком его сделало как раз христианство. Он был частью рода, как некой стаи. В роде был тотем, в роде был шаман, в роде были духи предков. Практически личностями, в нашем понимании, тогда себя чувствовал только шаман и старейшина, или глава рода, как бы он ни назывался. Все остальные могли думать только так, как говорят или думают эти люди. Субтитры создавал DimaTorzok